Я хочу сказать, что я стою здесь на сационе, вот этой вот Верчелли. Посмотрите, тут всё в арках, естественно. Мы выйдем туда. В общем, сегодня опять такой, знаете, забег. Забег. Потому что я так думаю, что Верчели тоже достаточно громадная. Посмотрите, какая здесь вымощенность около самого уже вокзала, да? Вот сейчас я его, естественно, покажу вам. Посмотрите, всё-всё-всё в нашей вымощенности. Вот этими санпетринами, как они называют. Посмотрите, так, как обычно. Всё как обычно, всё в арках, видите, всё в арках. И арки ещё и с нашими линиями, да? Вот. Ну, пойдём, пойдём в центру. В общем, я сейчас посмотрела, и сразу интересно парк, да, такой? Значит, откуда название Верчели, да? Потому что если вот эту Ч читать как С, да, то какой-то Версель получается. Вер, что-то... Вообще мне Верчели почему-то напоминает червяка. Блин, не знаю почему. Потому что Верми... Но почему-то вот это или Вермишели, что-то такое, да, вот, оказывается, мол, вообще, типа, что совсем так всё просто. Из двух, из двух, получается, соединено. Из двух, как бы, слов соединено. Ну, значит, Верк и Челли, да, ну, типа, что... Мне нравится, что читать Челтика, да, ну, Кельты, да, типа, что... Но потом сразу читаешь, что там эти Романии, Романии... Это, кстати, центр... Кстати, ребятушки, это центр по производству риса вообще. В Италии, наряду с Наварой, кстати, и Павии, да? Тут, значит, получается, по идее, поля должны все быть... Вот как вот Павии, там у нас вода везде. Вот, я пока не буду тут останавливаться около фонтана, пойду сразу к центру. И, значит, Верк и Челли, наряду, вот, написано, с Миланом, Наварой, еврея, кстати, наша вот третья, да? Вот. Это, значит, как сказать, такие важные города в истории Италии. Вот именно с севера Италии, да, сделали. Вот мы потом там вот это вот тоже поснимем, вот это вот завод, там такие арки интересные, но они видны только с вокзала. Ну вот еще раз вам покажу, вот вокзал, как обычно в нашем стиле, да? Но пока не буду тут ничего терять время на вокзалах, пойдем. В общем, в итоге, помните, я вчера все пыталась найти, вот эти вот линии, как вот на этих объектах, когда я вижу вибрационные линии, я их снимаю много, да? Я вам сказала, что, во-первых, я уже в Арезе увидела на земле, ну, из камней, вы видели, да? Вогнутые, вогнутые, и они идут тоже параллельно. А теперь я еще и на полях это увидела. Я вчера не смогла поймать, где. А сегодня я поняла, где это между Наварой и Верчелли. Ну, вообще, я просто думала, что я уже, как сказать, облажалась. Но на самом деле, ребятушки, я нифига не облажалась. Я пойду вот здесь, потому что там, в той стороне у нас интересные вот эти вот объекты, видите? Купал торчит. Вот. Сегодня я снова это увидела хорошо, но я говорю, что, так как я сидела вообще перед солнцем, то не стала снимать. Тут, посмотрите, да? Тут, наверное, все. Все в нашем интересе. Я не знаю, как пойти так или так. Ну, пойдемте так. Тут, видите, галька. Там надо пойти посмотреть, как, видите, какой-то есть из стен из нашего стиля. Да, идет как подземный этот. Посмотрим. Канал или что? Сейчас посмотрим. Вот. Так что я... Значит, как только я поеду в Аосту теперь, да? Ну, это Аоста, это вот там, где евреи. Евреи мы тоже вернемся, но я хочу... А, ну, видите, он, по идее, должен быть канал. Да, ну, это стены, посмотрите, да? А сделали как подход вот туда, да? Посмотрите, посмотрите. Видите? Тут наши эти колодцы. Даже вот так вот, посмотрите, расположен, да? Посмотрите. Вообще наискосок, да, сделали? Уже не знали, как тут этот... Закрыть трубу. Потому что это, видите, стены, стены лезут просто. Всюду стены и провалы, ребятушки. Я не говорю, что... Вот, кстати, насчет того, что реки... Я вам уже говорила, реки и каналы, это одно и то же. Это пустоты между стенами. И вот так вот все расположено. Я не знаю, если... Я не говорю это про всю вообще землю. Хотя я предполагаю, что вся земля вот так и сделана. Вся вот то, что земля, которая... Нас, на которой мы живем, люди, в смысле. Видите, там марка внутри. Вот. Но, во всяком случае, в Италии это точно тоже доказывает. Просто посмотрите, какая стена, да? И куда она вниз идет, видите? Посмотрите. Вот, посмотрите, посмотрите, да? Видите? И вот. Ответвления тоже, видите? Боковые. Потому что это... Это как вот стены эти. Ну, грубо говоря, я уже говорила, это как метастазы. Вот. Как метастазы. Везде они, везде. Посмотрите. Вот. И подчинено это все какому-то механизму. Какому-то механизму, который выгодно вот им, вот этим камнеобразующим, вот этим сущностям. Посмотрите, как арки проявлены, да? Кстати, так, 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 да? И, главное, маленькая, да? Посмотрите. По идее, там, по идее, как бы может быть окно, да? Но не стали делать, да? Оставили его просто этим трафаретом каким-то, да? Вот. В общем, идем и снимаем. Что делать, то есть? Мои рассуждения интересны трем человекам, поэтому, как бы, не хочу ничего сейчас рассуждать. А просто вам буду сейчас снимать. Вот. Вот. Вот, вы понимаете, ребятушки, дело в том, что вот эта наша штука, ну, там здесь сидят старички, видите? Восьмиугольная. И потом я ее сниму тоже, когда буду возвращаться. Ну, или в другой раз, потому что, я так понимаю, что Верчель, она очень огромная для съемок. И тоже, как бы, не на один раз, не на один. В общем, я хочу вам сказать, что уже ходить очень сложно. С меня ездить на поездах, снимать, это все понятно, да? Менять метро там. Ну, но еще сложно все-таки вот ходить и говорить. Я вообще не говорю про то, что еще держишь камеру, да? И плюс вот это солнце иногда тебя вообще... Вот видите, тут все в арках таких узких. А говорить, вот говорильня, она, конечно, забирает вообще просто уйму сил. Вот это наши решетки, только теперь, видите, они с дырками, с этими продолговатыми, они с колбасками такими. Они сейчас вот так стоят, да, смотрите? Обычно они на земле лежат. Вот. И еще раз говорю тем, которые вот там могут ждать, например, давай рассказывай историю нам города. Да не буду я рассказывать историю города, потому что это все выдуманно. Я уже столько прочитала информации. Я уже пришла к выводу, что это... А также мы уже и без информации. Ты просто даже по информации читаешь, когда и видишь, что там все высосано из пальца. Из пальца. Вот. Вот, посмотрите, какой домища стоит. Тоже, опять же, посмотрите, просто-просто... Как бы заложены в программе арки, но... Или окна арочно. Видите, вот здесь проемы есть, да? А там просто заложены в программе и несколько окон сделано. А тут прямо полноценные арки. Вот тут тоже, да? Вот. Посмотрите, вот здесь. Это вообще что, да? Офигеть. Это вот церковь. Посмотрите. Все из серого такого камня, да? Вот это две башни. Видите, это, наверное, можно даже наверх подниматься. Не знаю. Там открыто что-то. Посмотрите, какие вот эти вот опять... Посмотрите, это вообще что, да? Вот здесь просто супер вибрация. Супер, супер вибрация зашкаливает вовнутрь, да? Я говорю, что вот это, конечно, вот эти вот с колоннами, все. Это, конечно, посмотрите, как получается. Как вибрационная, видите? Видите, вибрационная, получается, линия, да? Видите? Дын-дын-дын-дын-дын. Колонны в эту сторону, если так вот смотреть, да? И в эту, а в эту, видите... То есть так можно посмотреть, что они вот просто рядом расположены. Но посмотрите, сколько углов. Все соблюдено. Это вообще. И образует, естественно, вибрацию. Вот. И там тоже этот круг, да? Ну, это две башни, вы скажете, это масонские. Но я говорю, что у меня это... Знаете, это... Это вот блогеры, которые делают это, значит, сенсации на масон... На слове масон, иллюминат. Вообще, не понимая ничего в этом, ничего абсолютно, никогда не разговаривая ни с одним масоном. Не зная, что это такое. Только просто высосано все из пальца, из источников других блогеров. А самый, самый, который запустил-то, это этот же этот... Господи, Алекс Джонс, по-моему, который запустил все это, всю эту тему. Вот. И, значит... Вот. Или там по инопланетянам тоже. То есть, это просто люди, которые ищут сенсации на ютюбе. Что это за фигня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Круги, арки там. Вот. Я тоже была этим человеком, который очень долго говорил, что... Я даже знаю некоторых масонов, небольших степеней, как бы, мартиниста знаю одного. Вот. То есть, и там просто все банально. Чем ты богаче, тем больше у тебя, может быть... Знаете, тоже вот почему это по прямой, но с и прямой соблюдать. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя статус. Все, все покупается. Не потому, что ты там какой-то там... Чем больше ты там детей убьешь, там, там, крови, чем больше выпьешь. Вот, ну, естественно, мне кажется, потом уже, когда они уже хорошо так положились... Вот я знаю одного, у которого маленький градус. Вот он, как я с ним переписывалась вот на днях. Вот он как был на третьей ступени, так и остался. Потому что больше он... И он платит каждый год вот эти вот взносы. Но он как был на третьем градусе, так и остался, ребятушки. Потому что он никакой не богатый, он просто, ну, такой... Он не нищий, понимаете? То есть туда вообще бедные не могут попасть. Нахрен они им нужны? Вот, понимаете? Даже если ты придешь и скажешь, ой, я готов там вообще, я не знаю, там... Там... Атомную бомбу выкинуть там на... Да и что они скажут. Ну, давай, давай. Только мы тебя потом, только ты там... Будешь у нас мортиром. Вот. То есть... Я вообще валяюсь. Умберто первый у нас здесь, да, ребятушки? Ну, человек, который, я вам еще раз напоминаю, умер вообще в Монсе. И вот такая у него рожа вот. Похожа на Горкова, да? И, естественно, и на Гарибальде тоже, кстати. Вот. Причем достаточно в молодом возрасте, они пишут, умер. Ну, посмотрите, какая прелесть все равно. Вот эти башни. А смотрите, башен-то тут полно. Надо, пожалуй, зайти в эту церковь. Посмотрите. Вот. Это люди, которые пишут, ой, захватили там нас это... Блин, ну... Ну, мне просто смешно, потому что... Писать и кричать можно сколько угодно ради, ради, ради там двух-трех тысяч просмотров. Ну, вот я хочу... Вот я просто смотрю на это, смеюсь, сколько... Сколько можно кричать, пока у тебя не закроется канал. Потому что, ну, понимаете, одно дело говорить и писать какие-то сенсации, какие-то заголовки. Вот, посмотрите, здесь вот три дырки. Вот хочу вам показать, те, кто меня там со своими дырками заколебал. Вот здесь вот просто всего три дырки. Здесь вот на двух-три дырки, а здесь вообще одна дырка, а тут вообще ни одной. Вот, пожалуйста. И больше нигде дырок нет. Я говорю, поверьте мне, пока они умирают, а как и мы, и у них есть болезни, и все их... Все их ритуалы ничему, ни к чему не приводят. Только то, что, да, научились как-то действительно обманом манипулировать массой народа. Вот, и там на деньги всех посадить. Ну, вот, захватить банковскую систему. Всё, на этом всё кончилось. На этом всё кончилось. Но их дети уже не такие. Потому что хоть как бы ты не скапливал деньги, твой ребёнок, он всё равно уже... Ты же не будешь... Но если только, конечно, вот эти вот... Есть вот эти вот, я прочитала, некоторые инвесторы, которые скажут, что я детям ни копейки не даю. Но если ты, будучи богатым, держишь своего ребёнка там в нищете, И то он, конечно, может быть, там, со злости начнёт там зарабатывать, да. А так, если человек, значит, там, всё там хитрит, там, манипулирует, там, массами, там, банковской системой владеет, там, я не знаю, банком владеет, там, ну вот, деньгами, короче. То его дети уже всё равно не могут быть такими же. Ну, не могут, ну, просто не могут. Потому что они уже жили в довольстве, воспитывались, в общем-то, уже там, в путешествиях, в подарках. Господи, ну это же это... И поэтому их дети уже либо в пиань ударяются, гулянки, либо просто нормальные люди. Нормальные люди. Никак их не испортить. Их просто... Посмотрите, как арка, посмотрите, как, посмотрите, как клёво. Арка, и там маленькое окошечко, да. Полуарка такая, да. И там тоже внутри арка, ну и система тут. И вот тоже дырочка одна, да, вот. Вот, видите? Везде такое, на всех этих отсеках такое. И там вот, посмотрите, всё, всё, всё. Как и на дома, каждая эта с фигурками. Но это стоять тут, рассматривать переход очень высоко. Господи, где же он это? Медали-то себе уже столько. Ну, как прям наш генералис, он, посмотрите, обвешивался медалями. Вообще, а мне очень нравится, как платье сделано, да, посмотрите, здорово, да? Опять же, в стиле наших линий, посмотрите, да? Вот, дамочка такая, всегда дамочка, это как-то, да, типа, Мария, мне кажется, это она и есть смерть. Вот, посмотрите, арки, посмотрите. Полуарки, да? Сейчас мы её всю, весь отсек снимем. Тут же наши вогнутые арки. И вот, смотрите, и тут ещё тоже арка, посмотрите, да? Офигеть, вот как, вот, посмотрите, какое сложное расположение. И так, я думаю, и вниз идёт всё. А вот эти вот, которые уже вырастают, это уже как у них вверх развития такое получается. Какое небо голубое сегодня. Посмотрите, какие вообще маленькие арочки наверху, вот такая высота, и вот такие, мать, мосюсенькие, да? Просто я от них тоже былтею, потому что это сделать человеку невозможно, мне кажется. И вообще, и какой смысл, вот, 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 просто смотрите на эти объекты, какой смысл вот такое вытворять. Какой смысл вот на такой высоте, да, делать вот такие двойные окна, да, вогнутые. Да ещё и по бокам какие-то там, типа, как по кирпичу идёт какая красота, так, ну, так украшать. А вот тут вообще, да, вот, ещё на крыше ещё вот этим украшать. Ну, потому что они масоны, иллюминаты, они всё захватили, они всё умеют. Но вот, к сожалению, умирают, когда до старости доживут. Так что, вот, и отправляются в сад. Кстати, ещё вам хотела показать, вот видите, вот это тоже наша линия роста, посмотрите, труба роста, видите, посмотрите. Просто труба идёт вот, и там она просто вылезает, видите. Ещё один классный фильм посмотрела, трэш-обзор, естественно, я фильмы не смотрю, я смотрю только трэш-обзоры. Но мне понравился очень, я не хочу, конечно, этот фильм смотреть, то, что я уже, в общем, по трэш-обзору всё посмотрела. Называется треугольник. Он как бы идёт как фильм ужасов, но там вообще, посмотрите здесь что. Там вообще просто офигительная тема насчёт вот этого сизифа, который камень вот в гору-то, по легенде, да, таскает, и наказали его тогда. Вот, и каждый раз он этот камень у него скатывается, и он продолжает всё сначала. Это вот типа как петля времени. И вот там вот девчонка попадает вот в эту петлю времени, да. И он меня тоже, конечно, очень сильно, очень сильно он меня, значит, заставил как бы, ну, он меня сильно покорил этот фильм. Покорил своей вот этой вот, вот этой вот тоже показанной жестокостью. Ну, вот это, может быть, знаете, это типа намёк на то, что вот вы не верите, что в ад можете попасть, да. Вот типа как будто бы, а это получается, что она, в общем-то, в ад попала. Это вот девчонка. То есть, блин, не знаю, может быть, кто-то хочет рассмотреть, но там просто мне придётся сказать. Ну, я думаю, что не будете вы смотреть этот фильм. Просто она очень плохо относилась к своему ребёнку. Он у неё аутист, она его колотила, била, в общем, да. Вот, и в итоге она, значит, там погибает, да, по дороге, да, как бы. Вот, по дороге. Но она не понимает этого, не осознает. Вот, ну, вот уже неоднократно вот это, знаете, как бы показывает, что человек, когда погибает, он сразу вот не осознаёт, что он умер. Вот, и значит, она как бы, у неё в этот день, у неё поездка с друзьями на лодке, вот. И она их привезла вот на эту свою, вот этот вот, на эту свою, как бы, получается, петлю. Вот, и вот она, получается, попала в это повторение, которое мы увидим просто... Ну, она у неё раз 50, если не больше, потому что вот одна и та же ситуация, у неё будет проигрываться, и они вот приезжают на этот корабль. А этот корабль, в итоге, это который перевозит души мёртвых. А её он не перевозит, она всё, она застряла вот там. Это как, типа, получается, пургаторию по Данте. Опять Данте у меня, Данте уже у них, и тут они 500 лет ему праздную, по-моему, 500. Вот, вот это, значит, обратите внимание, что ещё на наши арки везде, да, и тоже они все вогнутые, все вогнутые. Сколько бы их не было слоёв, раз, два. И так же и на короне, только в арке без вогнутости, то есть без такой сложности. Вот это, получается, что она, как бы, получается, в чистилище попала, и не может оттуда выйти. Но это ужасно, как она там всё проходит, вот это вот, всю эту петлю, всё время, постоянно. То есть она уже там, чего только не предпринимала, чтобы выйти с этой петли. Но всё равно она возвращается, в конце фильма она опять возвращается. То есть она там уже исправилась. Она убила, как бы, себя плохую, как бы, свою, как бы, эту, значит, как бы, вот эту плохую свою версию. То есть она всё равно, она всё равно, как бы, в этой петле, она, как бы, с ума сошла, и она всё время убивает. И там вообще показано, сколько раз она уже убила. И никак она не может осознать всё-таки, что она умерла, и ей нужно просто уже не, ну, подавить себе вот эту вот, вот эту склонность убивать. Потому что, то есть, почему-то она решила, что если она, как бы, выйдет, то есть если она убьёт всех, как бы, этих своих друзей, да, и отдаст, как бы, свою роль кому-нибудь, ну, вот, не кому-нибудь, а вот ей, ей вновь превыше. Потому что каждый раз она прибывает с этими друзьями, да, и она всё время, получается, потом показывает, что она потом в итоге уходит с этого корабля, но снова оказывается, вот один раз она упыла, но всё равно её судьба приводит на перст с ними. И так она даже уже в конце фильма показана, что она не может выйти с этой петли. Вы понимаете, это просто, это может быть вечное мучение у неё, то есть ей в итоге, кстати, по идее, просто нужно прекратить убивать. А она весь фильм, она своих друзей, она убивает, чтобы только покинуть вот этот корабль. Это просто вот, кстати, я хочу сказать, что на самом деле у, практически у всех людей, я уже это говорила, у всех людей, вот этот вот инстинкт убийцы, вот, часто вот я говорю, люди, которые мне вот говорят, ты агрессируешь, ты агрессируешь. И вот это такое, вы знаете, ну, как бы сразу тебе, вот вроде бы там недавно тебе, вроде бы там, вроде недавно ты им нравился, да, а тут же они тебе говорят, ты агрессируешь, и всё, и перестают больше с тобой общаться, тебя выкидывают со своей жизни. Вот это, я вам честно говорю, это латентный, всё равно, латентный, это как бы латентная психология убийства, потому что вы как бы меня убиваете в себе, да, вот, и вы меня как бы выкидываете со своей жизни, не пытаясь никак вообще вот абсолютно, и так, наверное, у вас и с другими людьми получается, то есть вы легко выкидываете их со своей жизни, то есть опять же, это, кстати, это штука психопатов, на самом деле, вот, просто чуть что ты провинился, в твоём понимании тебя сразу выкидывают из жизни, вот, как бы не пытаясь никаким образом как-то дискутировать, прийти к какому-то консенсусу, нет, нет, тебя, и вот это вот она вот, она вот просто попала в подтверждение, я думаю, что, мне кажется, в итоге она должна понять, ну, там он тоже рассуждает свою, как бы, точку, но мне кажется, она просто должна была прекратить убивать, мне кажется, если бы она одну группу бы не убила бы, вот, вновь прибывших, то они, получается, может быть, тоже они погибли, они бы там бы, они бы там остались, получается, на корабле, и получается, они бы разорвали цепочку вот этих вновь прибывших, там же не могло постоянно прибывать, то есть если бы она не убила этих, они бы не прибыли, другие-то, вот, потому что если с другой стороны тему эту развитую получается если на перестанет убивать их то они быстро постоянно пребывать нет мне кажется она разобьет свою цепочку убийств потому что она начала с того что она когда попала получается вот этот корабль да она просто убивала своих друзей вот а это она мертвая то есть она как бы вот душа и она постоянно убивать своих друзей на деле они тоже все погибли так получается вот нет ее рук естественно хотя фиг знает он ей предъявляет вот он вот этот вот парень который треш обзор делает он как бы ей предъявляет что она виновата вот смотрите смотрите там вот это да видите идет какой-то крюк туда моя там вообще стена то посмотрите как далеко о прикиньте смотрите смотрите вот это да это да вот так вот арочка идти и крюки крюки которые держат что-то что-то там она нужна метров на 5 туда идет смотрите кстати он сейчас я уже привыкла и смотрю там типа такого пути помещение и опять белая это штука ведь это белая штука они вот там вот нагло в александре помните говорят этот пороха ну ну сейчас что здесь тоже порох что ли стреляли вот такая фигня здесь ребятушки такая комната там тоже карка да кстати кстати какие-то шумные суши сейчас окажется что я в петле живу так ну ладно я тут поболтала папа опять побухтела на шахте и включая другое видео и на